Всем привет! Вы смотрите канал Мошенники звонят по телефону. Наливайте чайку, кофейку. Ближайшие несколько минут пройдут просто великолепно. Но перед началом разговора пиши комментарий, ставь лайк, подписывайся на канал и бей в колокол. Все это нужно для того, дорогой мой друг, чтобы как можно больше людей увидели этот ролик и не попадались на мошенников. Приятного просмотра. Я вас на громкую связь поставил, то, что я работаю. Да, вы что хотели? Кто это? А вы регистрацию проходите по поводу инвестиций, поэтому я подбираю. Нет, я регистрацию, я книгу хотела скачать по трейдингу. Да, да, да. Информацию получите, если я экспертная делка на компанию, провожаю клиент. Дело в том, что... Я прошу прощения сейчас на рабочем месте, то есть я не отрываюсь от производства. Дело в том, что книгу я скачать не могу, она у меня не открывается. А через что я могу вас подать, так что мы могли здесь в 90-х пообщаться? Так я книгу не могу скачать, она у меня не открывается. Я сейчас... Я просто не поняла, почему. Может, возможно, она уже вам отправилась на материнский на почту? Нет, нет, нет. Нет, нет, я же неплохой технарь. То есть у меня просто, видимо, PDF, который у вас там поддерживается в программе, он не поддерживается. Поэтому я эту книгу не могу скачать. Может быть, вы мне посоветуете где-то она в каком-то другом источнике, чтобы я могла ее скачать? А книга вам зачем? Удивительный вопрос, честно сказать. Почитать. Ну, правильно, вы хотите получить информацию о данном направлении, чтобы понимать, нужно ли мы это или нет? Да нет, мне книга нужна. Я... В смысле, нужно ли это или нет? Я вполне осознанно скачиваю эту книгу. Вполне осознанно. Осознанно, чтобы получить информацию, правильно? Вполне осознанно скачиваю эту книгу, да, чтобы получить эту книгу. Так, ребят, слушайте, я и так работала целый день, я чуть не совсем, я не совсем, я книгу хотела прочесть, прочитать по трейдингу, я хотела бы просто, ну, книжку иметь. Какая сфера? Сфера трейдинга? Инвестирование, трейдинга. Ну, окей, хорошо, давайте так, я главный бухгалтер, почти 30 лет уже, как работает сфера трейдинга и инвестиций в нашей стране, по крайней мере, я знаю, я, какие-то моменты, которые я для себя хотела просто, ну, мне просто нужно, это для моих целей личных, я хотела найти, вот, в книгах, в каких-то объяснениях. То есть, вот, что мне... Вы можете делать эти объяснения, да, мы уже в любом случае, мы уже в кроссе, через который вы будете выполнять инвестирование и трейдинг. Ну, это какая-то удивительная новость, сейчас я убьюсь веником под конец рабочего дня, ну, естественно, я знаю, что нужно, естественно, нужен брокер. Вот, я брокера представляю. Какого? Вы имеете в виду про название, какие мы биржи даем? Вы сказали, я брокера и представляю, какого? Четко вопрос задаю. Макси, Макси брокер. Макси брокер, сейчас записываю. Не вижу такого брокера, почему? Что? Не вижу такого брокера. А где вы написали? Ну, российский брокер, нет? Да. Нету? Макси брокер. Где нету? Макси брокер. Где вы написали? Так, хорошо, давайте так пойдем. Вы Макси брокер, правильно? То есть так и называется? Давайте я вам так выделю 5-7 минут, и я вам все обещу. Вы представляете брокера? Да, я представляю брокера. Брокер называется Макси брокер? Брокер называется Макси. Брокер называется Макси. Забиваю. Где? А, в гугле. А как вы у Макси пишете? Будьте любезны, подскажите, как написать? Так вы искали уже Дейду, а как вы писали? Ну, просто Макси по-русски, и если есть Макси по-английски, он же в любом случае ищет. Ну, хорошо, давайте так. Так. Это вам стоп, это четко вам стоп. Макси, я знаю брокеров на нашем российском рынке. По крайней мере, такого брокера я не слышала. Подскажите, пожалуйста, может быть... Дружочек, ну-ка, пониже немножечко тонн. Подождите, так нормально, общайтесь, зачем вы так переходите на личность? Ну, нету... Я перейду на личности. Так, Макси, такого брокера на российском рынке нету. Да, вы пишете, где? На московской бирже проверяй. На какой московской бирже, я смотрю, в этом самом, господи, в реестре брокеров Российской Федерации, которые зарегистрированы в Сбер, господи, в Центробанке, которым лицензия выдана? Нет, вы пишете, вы ее в Центробанке привезите. Брокеры в Российской Федерации лицензированы только через Сбер, через Центробанк. Только от Сбербанка? Да. От Тинькофф, БКС. Че Тинькофф, БКС? У них лицензии есть от Сбера. Ой, от Центробанка, господи, уже совсем заговорилась под конец рабочего дня. Да, подождите. От регулятора, да. От регулятора от Центробанка? Да. Ну, Макси нету. Так, все. Макси, такого наименования у брокера, у брокеров лицензированных в Российской Федерации нет. Подождите, вы только что сказали, что только Сбербанка, если Сбербанка, потом вы сказали, что еще и... Ой, такой молодец, так хорошо запутываете, прям, это, сеть пишете. Короче, вы же поняли, о чем я говорю. Ну, вы же поняли, о чем я говорю, правильно? Понял. Ну, да. Информацию разбирать правильно. А вы слишком быстро пытаетесь все найти. Поэтому сами запутались. А, ну, это удивительно. Такое, знаешь, хорошее такое-то, алверды такое, типа, сама запуталась. Ну, нет, не запуталась. Я вижу, что брокера под названием Макси в Российской Федерации не существует. Как бы он сейчас когда-то набрал. В смысле? А я не знаю, по IP, телефонии или еще как-нибудь. Откуда я знаю? Господи, да сейчас набирают-то все кто угодно. Хорошо. Я книгу хотела прочитать. Книгу я хотела. Книгу. У меня книга не открывается. Книгу у вас стоято. Я бы хотел вас качать. Ну, нет. А я, ну... Я не запуталась. Я не запуталась. Это вам хочется думать. Или вы читаете скрипт ваш, что я запуталась. Я не запуталась. И это четко вы слышите и видите. Я хотела книгу. Книгу. Не написано. Стэла Шуль. Шуль. Нет. Запуталась. А, ну вам виднее. Ну, окей. Давайте так. Я запуталась. Окей. Хорошо. Смысл-то звонка. Я не пойму немножко. Ну, так. Вы разобрались в информацию. Знаете, вот мы с вами сейчас 8 минут. Вас так потеряли. Это вы потеряли. Я не потеряла. Ну, вы же тоже на работе. И что? Я в сверке. У меня вон насовцы все сверили. Китайцы все раскупили. И все нормально. У меня отлично все. Книгу я все равно не у вас, так у кого-то другого скачаю. Ту информацию, которая мне нужна. Ну, то есть сейчас это плавно переходим на чем. Да я не страшно. Бухгалтер. Бухгалтер. Понятно. Давно в этой семье работаете? 30 лет. Ничего себе. Ну, да. Китайцы забрали. Китайцы детали купили. Да, ну, это я уже тоже шучу под конец рабочего дня. Я в Королеве работаю. Да, я в Королеве работаю. Понятно. Смотрите, компания наша, да, это броккера. Которого я не вижу почему-то. Может быть, вы мне номер лицензии скажете или ННН, я вас найду. Так, в Робьё. Да, господи, через что? Да, господи, через что? Через интернет. Ну, есть вы или нет. Потому что я вашего, я и не слышала, честно сказать, я вашего названия и не слышала, как брокера у нас почему-то. Хотя я много кого знаю. Ну, вот так вот. Вы знаете только банки. Я не знаю. Не, ну, если вы хотите, ну, окей, вам виднее, что я знаю. Окей, ладно. Договорились. Ну, а вы хотите сказать, что вы работали с какой-то брокерной компанией? В формате сайта, что это получится? Ну, то есть вы не слышите, да, что человек работал с какими-то этими или знает, что такое брокер и знает 39-й закон о брокерской рынке ценных бумаг в нашей стране. Ну, блин, ребят, вы чего? Ну, я вижу, что вас нет. Нет, вы чего звоните-то, я не пойму. Стоп, стоп. Нет где. Еще раз, что? Нет где. Ну, я вижу, что вас нигде нету. Такого, как вы мне назвались, нету в перечне брокеров в Российской Федерации. Назовите мне или ИНН, или номер лицензии. Я посмотрю просто в Гугле. Ну, я знаю, по крайней мере, в реестре как посмотреть. Потому что даже Гугл выдаст. Может, есть эта лицензия, или есть этот ИНН. Вы увидели. Вы подтвердили, что мы есть. Что дальше? Нет, я не увидела и не подтвердила. Вы мне не назвали номер. Нет, ну, вы увидели, я говорю, подтвердили. Что дальше вы будете делать? Да ничего, я не знаю. Это вы меня загоняете в эти рамки. Я книгу скачивала. Подождите. То, что вы книгу скачивали, это хорошо. Еще раз я вам помогаю. Разобрать информацию. Именно о компании и получать его доход. Просто вы убедитесь, что мы экзергиозный лист, мы говорим о сфере данной. Ну, я понимаю, что вы так напором, напором, скриптом, скриптом на меня. Никаким, скриптом. Никаким, ни скриптом, ни скриптом. Ни напором, ни... Ну, вы же знаете, как меня зовут. Вы же ко мне обратились. Стелла. Ну, я думал, по-другому имени Стелла. А какое? Не знаю, я у вас спрашиваю. Еще раз что? Я у вас спрашиваю. Стелла Вольтеровна. Блин, не поняла. Не поняла немножко ситуацию. Чего? Ничего. Просто уточнил. Для убежения. Какого? Твоего личного. Ну, так, мы куда-то уходим. Я немножко... Я не пойму. Вот под конец рабочего дня. Я хотела скачать книгу. У меня книга в PDF не открывается. Я пытаюсь открыть в другом реестре. Вы мне звоните, начинаете что-то говорить. Причем вы начинаете утверждать. Я понимаю, что вы мне говорите не то, что есть. Потому что я брокеров знаю многих. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...